Всем привет! Минувшая эпоха социализма оставила богатое наследие в виде старинных вещей, предметов бытовой и политической жизни граждан союзных республик. В каком доме они осталось хотя бы одной безделушки или открытки тех времен? А ведь может быть так оказаться, что эта самая открытка – лакомый кусочек для коллекционеров, и на деньги от ее продажи можно купить, например, дачу или целый дом. Давайте разберемся, на что антиквары ведут охоту. Самые дорогие вещи эпохи СССР. Изделия из фарфора. Фарфоровая посуда в сервизах, так и в виде отдельных элементов, представляют немалую ценность для коллекционеров. Востребованы изделия Ленинградского, Минского, Кировского, Барановского и других советских заводов. Принадлежность к продукции того или иного определяется наличием клейма на донышках, иногда с авторской подписью художника или скульптора. Цены на подобные сервизы варьируются от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов. Например, чайный сервиз «Златогривый конь» с чашками с росписью «Красные петушки» 1960 года. Антиквары оценивают сумму около 600 долларов. Также растет спрос на фарфоровые статуэтки из ограниченных заводских выпусков. В ценообразовании играет роль не только состояние изделия, но и тема сюжета. Чем больше эротики, тем дороже. Подстаканники. Такая привычная для советских времен вещь, как подстаканник, сейчас может оказаться небольшим кладом для своего владельца. Особенно это касается изделий из столового серебра, принадлежащих к авторским работам и помеченных клеймом художника. Например, подстаканник «Лебеди» из серебра 875-й пробы. Клеймо «Эмьюз» 1932 год. Выставлен на продажу по цене почти 650 евро. Обычные же изделия можно найти и за несколько тысяч рублей. Декоративные предметы из чугуна. Чугунные статуэтки, подчастники, пепельницы и другие вещи не являются заветной целью для антикваров. Однако за эксклюзивные вещи они готовы платить немалые деньги. Например, очень ценной считается фигурка Ворошилова с руками в перчатках-крагах и на коне. Из-за ограниченного тиража этой партии фигурка оценивается до 30 тысяч долларов. Только представьте, как повезло тому, кто в свое время купил эту, казалось бы, бесполезную безделушку. Среди коллекционеров востребованы предметы редких коллекций каслинского литья «Урал». Цены от нескольких сотен до пары тысяч долларов. Радиоприемники, телевизоры и проигрыватели. Подобные устройства можно продать дорого только в том случае, если они сохранили хороший внешний вид и рабочее состояние. К примеру, один из первых телевизоров типа KVN49 с увеличенной линзой для экрана. В рабочем состоянии можно продать и за несколько сотен долларов, если найти хорошего покупателя. Но в большинстве случаев радиоприемники, телевизоры, проигрыватели и патефоны оцениваются в лучшем случае в несколько тысяч рублей. Игрушки и макеты. Зарабатывают и на продаже игрушечных автомобилей, танков и другой техники. Чем лучше сохранность вещи и полнее комплектация, тем дороже она ценится. Мягкие игрушки и куклы стоят меньше, но если попасть на очень увлеченного коллекционера, то можно сторговаться дороже. Ёлочные игрушки не считаются редкостью на антикварном рынке, но если у вас залежали стеклянные украшения первых десятилетий СССР, можете рассчитывать на увеличение их цены. Грампластинки и картины. Гравюры, рисунки и живопись советских художников имеют очень широкий диапазон цен. Влияет на это популярность автора произведения, материал изготовления и период создания. Немаловажна и тема сюжета. Более ценными считаются индустриальные виды советских городов. Кремль, портреты партийных лидеров, агитационные сюжеты. Стоимость таких изображений может доходить до нескольких сотен тысяч рублей. Цена пластинок варьируется от 100 долларов и более. Некоторые продают их целыми альбомами. Стоимость отдельной подборки пластинок может достигать нескольких тысяч долларов. Сувенирная продукция. К этой категории можно отнести различные статуэтки, приуроченные к знаменательным событиям, бюсты из культуры политических деятелей и вождей, вазы с портретами космонавтов и других личностей, известных и важных для жизни страны, а также значки кружков и собраний и прочие предметы. Например, стеклянная ваза с портретом космонавта Германа Титова стоит около 50 долларов. Наградной кубок сибилорусской спартакиады 1955-1956 стоит около 500 долларов. А сувенирная тарелка ВМФ второй половины 20 века стоит около 260 долларов. Ценными считаются статуэтки Троцкого, так как их осталось очень мало. После его высылки было приказано уничтожить всю атрибутику, посвященную этому политическому деятелю. Также немалую ценность для антикваров представляют и редкие монеты СССР. Вот некоторые из них, которые на сегодняшний день представляют большую ценность и достаточно дорого стоят. Червонец 1923 год стоимость 2600 долларов, 2 копейки 1927 год стоимость 2100 долларов, 20 копеек 1934 год 1700 долларов. Также в списке дорогих монет СССР есть не такие дорогие и раритетные, но тоже стоящие прилично. Например, пол копейки 1928 год 50 долларов, 1 копейка 1925 год 150 долларов или 1 копейка 1935 года 22 доллара. И этот список очень большой. Ну а вот самая дорогая монета СССР это 10 копеек 1947 года. Такую монету на аукционе продали за 30 тысяч евро. Продать можно даже коллекции фантиков из-под жвачек, главное найти охотника за этим товаром. Но перед этим обязательно изучите предложение антикварного рынка и приценитесь, чтобы не потерять там, где могли выиграть. Потому что, казалось бы, самые бесполезные вещи могут стоить достаточно дорого. Например, китовый уз 500 долларов. Статуэтка ручной работы избивания мамонта 150 долларов. 20-килограммовый судовой колокол 1988 года 180 долларов. Значок депутата Молдавской СССР около 300 долларов. Ну или пара новеньких медных шлемов от водолазных костюмов, так называемых трех болтовок 1970 и 1980 годов. За такие просят 190 и 400 долларов. Ну а мы должны помнить, что не все, что для одного представляет ценность, имеет ценность для другого. Или что для одного не имеет цены, для другого человека совершенно бесценно и не измеряется деньгами. Помните об этом. А с вами были интересные факты. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!